так ну вот так вот мне совсем светло все вроде крутится да у меня уже включен привет ребят это такой внеплановый эфир я думаю что он будет очень короткий держать терочек достаточно сильный но мы же с вами не про красоту да все как обычно привет про знания вот и я ребят хочу вам просто вообще не читаю сразу же хочу вам сегодня рассказать про еще не попробую как сделать хотя бы одна рука была свободна смотрите ребят я вам хочу рассказать еще края новые камушки смотрите вот такие вот я создала четкие это голубой агат и голубая яшма голубая яшма тут совсем несколько вкраплений почему несколько потому что ребят голубая яшма одна из самых редких камней и одессит очень сложно найти и очень сложно чтобы она была вообще природная она как правило такая вот максимум она может быть загнана в кружочек голубая яшма но ее обработать чтобы она блестела практически невозможно натуральную яшму вот что такое яшма это это раскрытие своего потенциала то есть я это делала под определенного человека как вы знаете я делаю четки только под определенного человека только под того человека которого я знаю и вот по этим вот милым вкраплениям вы можете понять что это для девочки да вот я сейчас тоже расскажу почему они именно такие серебряные бусины серебряные бабочки давайте начну с того что это во первых голубой кварц вот и голубой кварц он тоже один из не распространенных кварцев что что такое голубой кварц для своего носителя для своего избранника голубой кварц это во первых кварц это всегда защитник это всегда другие миры это всегда каждый каждый кварц их очень много в разновидности и это голубой агат и голубой агат он не просто проводник в другие миры он проводник голубой проводник другие миры этого социуме этого социума что такое значит что этого сосels это значит то пол это говорит о том что он научиться быть в этом Fox научиться отдавать этому солны научиться быть для этого социума вот не И как раз этот голубой агат, он для того, чтобы раскрыть свою нежность людскую. И это, конечно же, для этого человека, для которого дело раскрыть свою нежность людскую. Это невероятно красивая женщина с богатейшим потенциалом любви, которая всё время его припрятывала. Потому что ей говорили, что так не нужно, так тебе никто не поверит, ты никому не нужна, это никому не нужно. И нам же очень многим говорили о том, что «да кому нужна твоя любовь?» «Да кому нужно то, что ты там делаешь?» «Да кому нужно вот это вот?» И вот это вот обесценивание отдавания, оно так часто нас преследует, что мы уже забыли, что такое отдавать. «Дому и забыли, что такое брать?» «Дому ни взять не можем, ни дать не можем». И это очень часто бывает. И как раз это чётко для того, чтобы вспомнить о своём женском, о своём женском раскрытии, чтобы это в тебе всё не тухло, а раздавалось. И у неё есть великолепный мужчина, который её раскрывает 30 лет. Она не знает, как этого раскрыть. Не знает, как этого раскрыть, потому что она сама не знает. И вот с этим незнанием раскрытия идут какие-то небольшие семейные стычки, как это бывает тоже у большинства. Но это такая нежность, которая позволит не только осознать, что я готова не просто за что-то дать. Вот он мне так сделал, поэтому я так сделаю, а она мне так сделала, поэтому я так сделаю. Нет, ты просто отдаёшь. Ты просто отдаёшь, потому что это есть в тебе. А если тебе другой что-то не отдаёт, просто в нём этого нет. И это не страшно, это не больно. Это нормально отдавать. Чем больше ты отдаёшь, тем больше ты получаешь. И как раз кварц, яшма – это про ту внутреннюю силу, которую ты готов раздать, чтобы получить новое. И вот эти вот бабочки серебряные, они, конечно же, сделаны здесь не просто так. То есть мы все с вами прекрасно понимаем, что бабочка появляется с коконью. Но многие думают, что вот с коконью у нас появилось, и всё. И вот бабочка – это возрождение. Нет, ребят, не всегда. Вы когда-нибудь смотрели, как появляются бабочки? Ведь большинство бабочек, они не появляются, что из одного панциря, из одного кокона они растут, меняют кокон, растут, меняют кокон. То есть несколько возрождений, и здесь как раз та бабочка, которая меняет несколько возрождений. И здесь более 45 бусин. 45 основных – это то, что пришло осознание, а остальное – это то, что пришел пальцесс. И значение бусин тоже немаловажно. Я не буду говорить, сколько бусин, так хозяйка сама посмотрит и сама узнает свои даты. Это все даты, которые она абсолютно точно помнит. Которые она не знает, что я знаю. И да, это раскрытие этой бабочки, когда она из одного хопа она переходила в другое. Из одной жизни, из одних осознаний переходила в другие. Ей все время казалось, что как же это же не про меня? Она уже не знает. Но вот опять же не свершилось. Вот я вроде переродилась, а не свершилась. Все свершилось. Каждый раз, каждый миг все свершается. И это всего лишь помощник. Помощник великолепия тебя. Я тебя благодарю, что ты была рядом со мной. Пусть даже небольшой кусочек моей жизни. Но это было не последний раз, но первый. И вот это вот великолепие завтра отправляется к тебе. Ты великолепный. Повернуть телефон. Ребят, здесь такой ветер. Я уже не знаю, куда повернуть. Здесь я не могу, потому что мне ничего не видно в двадцать. Я, наверное, тогда буду закругляться. И мы сделаем по вопросам эфир уже во вторник. Но если я что-то еще соберу из четок, а я соберу уже завтра для одной из своих молоденьких богинишек, я вам, конечно же, покажу. А кому интересно про камни, пишите свои вопросы. Я обязательно на них отвечу в прямом эфире. А кому хочется под себя создать какое-либо украшение, четкие, то, конечно же, пишите. И мы будем с вами творить это великолепие. Все, благодарю вас всех, ребят. Я отключаюсь.